Ну что ж, ребята, давайте продолжим наш анализ сюжета Вальгалы. И сегодня поговорим, пожалуй, о самом важном персонаже данной истории, ибо он катализатор всех событий, что мы видим. В общем, вы узнаете, кто он, в чем его планы и сколько ему нужно было ждать, чтобы все это реализовать. И, кстати, лично вам не нужно ничего ждать, если, например, хотите получить качественное высшее образование, ибо учебный центр Гоу Стади как раз сейчас проводит масштабный конкурс грантов на обучение в Чехии. Вы можете получить бесплатное европейское образование, тем самым сможете лучше реализовать себя. В итоге это позволит вам в будущем устроиться на высокооплачиваемую работу. И кто не знает, Гоу Стади это языковая школа, которая помогает студентам из СНГ за год выучить чешский язык до необходимого уровня, чтобы бесплатно поступить в государственные вузы Чехии, а также помогает с оформлением всех документов, и даже с бытовыми вопросами, которые могут возникнуть во время адаптации в новой стране. Так вот, более детально насчет конкурса грантов. Их 20, на сумму более 100 тысяч евро. Каждый грант включает проживание в студенческой резиденции в Праге, и годовое обучение по программе подготовки вуза Чехии. И это довольно круто, если вы задумались о том, как получить высшее образование в Европе. Ну и данный пакет победителю конкурса достается бесплатно. Принять участие в конкурсе несложно. Для этого вам нужно просто зарегистрироваться на их сайте по ссылке в описании, и подписаться на одной из социальных сетей школы. Все довольно просто. Удачи с Гоу Стади. Не люблю лить воду, так что сразу перейдем к делу. Басим на самом деле это мудрец. Понять это в начале игры довольно трудно, ибо волосы скрывают шею, и нельзя нормально увидеть метку. Но под конец игры все встает на свои места. Ну и чтобы понять, что это за Ису, какие у него цели и так далее, нам опять нужно обсудить события, которые произошли 75 тысяч лет назад. Ну и давайте немного бэкграунда. Один узнал, что он умрет. Ему это предсказали при помощи нитей судьбы. Как я уже сказал, данные воспоминания переделаны, поэтому не следует все воспринимать буквально. Еще про эти нити судьбы писала Минерва. И по сути мы можем понять, что нити это на самом деле те самые расчеты Ису, когда они пытались понять, что будет в будущем. Ну и плюс, как бы нам напрямую это говорит Шон в базе данных. Так что получается, что в реальности эти Ису посмотрели варианты будущего, увидели катастрофу и сказали Одину, что он умрет. И в этом будет виноват чувак по имени Фенрир. Ну и начиная с этого момента, Один становится менее адекватным. Например, когда он узнает про это, то он говорит следующее. Ну и дальше Один все-таки находит Фенрира, и нам его показывают как гигантского волка. Хотя в реальности, очевидно, это был самый обычный Ису. Но из-за страха перед ним, Один заключил его в тюрьму. Ну и тут выясняется, что отец Фенрира это Локи. Естественно, ему не понравилось то, что Один делает. Тем более, они были близкими друзьями. Ну и собственно, Локи очень хотел помочь сыну. Даже несмотря на то, что были некоторые трудности. Да, у Локи была любовница в другом городе Ису. И если бы про все это узнали, то их бы изгнали. И это как минимум. Ну и вы должны понимать, что хоть Локи и выглядит как жертва в этой ситуации, но на самом деле тут особо нет хороших и плохих. То есть Один, конечно, превратился в полного придурка. Из-за того, что он боялся умереть, он обманывал, подставлял и даже предавал друзей. И ему было как-то плевать. Он даже не жалел о том, что из-за него тюрьм потерял руку. Но с другой стороны, Локи тоже не особо хороший. Во-первых, он знал, что отношения городов Ису довольно плохие. Поэтому он начинает специально их натравливать друг против друга, ибо имел свои собственные планы. Во-вторых, он пошел даже дальше и убил одного из сыновей Одина. И вот как он про это рассказывает. То есть Локи, конечно, можно пожалеть, но он не особо далеко ушел от Одина. Это важно понимать, ибо многие считают, что он положительный и няшный персонаж. Но это далеко не так. И в общем, когда началась катастрофа, Локи удалось загрузить свои гены в машину без ведома Одина. И он возродился в 9 веке в теле Басима Ибн Исхака. Интересно то, что сын Одина, который родился в 8 веке, искал Басима и хотел его убить. Он даже добрался до Константинополя, был у ассасинов, но он его не нашел. И в общем, на момент события игры, Локи уже полностью захватил контроль над телом Басима. И кстати, с этим связана интересная особенность сюжета. Играя в первый раз в игру, ты воспринимаешь Перса именно как ассасина по имени Басим. Но когда перепроходишь Вальгалу, то уже понимаешь, что это Локи. Поэтому то, что он говорит, воспринимается по-другому. Например, вот тут он рассказывает именно про свою историю с Одином. И в общем, до событий игры Сигурд отправился в Константинополь. В городе быстро пошли слухи про этого викинга с отметкой на шее. И Локи сразу понял, что к чему. Только он ошибся в одном. Он подумал, что Сигурд это Один. И у него появился план. Он хотел пробудить воспоминания Одина. Узнать у него, где машина Ису. Ну а после этого он бы его убил. Поэтому, когда Сигурд приехал обратно в Норвегию, то он изначально хотел пойти в Англию. А история с королем Харальдом всего лишь предлог, чтобы люди пошли за ним. Ну и в самой Англии вы можете увидеть, насколько ему плевать на поселение и его людей. Ему была интересна только вся эта история с богами, о которой ему рассказал Локи. И кстати, по характеру Сигурд реально напоминает дача. Я уже это говорил, и многие мне ответили, что типа их не стоит сравнивать, это разные персонажи. Но блин, как только Сигурд открывает рот, я всегда вспоминаю дача. Ну и в общем машина. В чем ее суть? Почему все так сильно хотят получить контроль над ней? И смотрите, по изначальному плану Одина, он со своими друзьями должны были возродиться и найти эту машину. Он называет ее деревом жизни. Так вот, это название появилось не просто так. Дерево жизни или мировое древо. Это наша вселенная в представлении древних скандинавов. Это дерево называется Игдрасиль. Ну и собственно, это также название данной машины в игре. Ну и она способна на многие вещи. И мы это детально обсудим в следующем ролике. Ведь машина очень важная для сюжета современности. Ну и если вкратце, то Одину она была нужна, чтобы жить вечно. Ибо она может сохранить сознание и тело. Плюс, в принципе, машина дает почти неограниченные возможности. Собственно, при помощи нее Один придумал для Эйвора Вальгалу. Он с самого начала игры намекал, что цель ее жизни это попасть в это место. Ну и собственно, поэтому игра так и называется. Ну и вся суть в том, что поначалу Эйвор самый обычный воин. Она бы отдала жизнь за Одина без вопросов. Ибо она хотела просто силы, славы и так далее. Но из-за Локи она попала в Англию. И там она очень сильно изменилась. Она обрела друзей. Поняла, что бесконечные бои и желание попасть в Вальгалу это не самые важные вещи на свете. И из-за этого не стоит творить фигню, как тот же Ивар, который так сильно хотел попасть в эту Вальгалу, что даже убил своего хорошего друга. Также Эйвор изменилась из-за ассасинов. Она поняла, что в мире не все так просто. И когда под конец игры она попадает в машину, когда наконец-то достигает Вальгалы, то она понимает, что все это ей не нужно. Из-за всего, что с ней произошло, она начинает все обдумывать, ставить все под сомнение. И Одина в конце это очень сильно бесит. И все же я скажу, что в конце персонаж меня очень сильно разочаровал. То есть опять же, Эйвор во время игры растет как личность. Она становится другой. И когда Один в конце говорит, что типа я могу дать тебе все, силу, славу, мудрость, что еще тебе нужно, то Эйвор говорит следующее. Ну и понятно, что ты уже другой человек. Это не та Эйвор, что была в начале. Поэтому, когда ассасин предлагает ей вступить в братство, то понятно, что она должна ответить. Но Эйвор отказывается. И знаете почему? Да, персонаж просто хочет славы. Хотя мы эту фигню только что проехали. По сути это показывает, что персонаж нифига не изменился. Хотя до этого нам показывали целую драму, завязанную на том, что персонаж теперь другой. Но оказывается нет. Эйвор все-таки очень нуждается в славе. Вальгаль это кстати самая большая сюжетная дыра. Ну и вернемся к Локе. И тут очень интересный момент. Дело в том, что опять же, Одину предсказали смерть из-за сына Локи. И по сути стараясь себя спасти, он запер этого чувака. И создал себе врага в лице хитрого Ису, который даже тысячелетия спустя хотел ему отомстить. В конце Один все теряет. Эйвор больше не вернется в Игдрасиль. И по сути Один через некоторое время все же умрет. И все это произошло именно из-за Фенрера. Ибо его отец хотел Одину отомстить. То есть если бы он не творил всю эту фигню, то скорее всего остался бы жив. Чувствуете иронию? И кстати, судя по исследованиям Ордена Древних, все эти скандинавские мудрецы могут родиться только один раз. То есть это не работает как у Аиты, который постоянно возрождается. Так что Один умер навсегда. Ну и в общем в конце Локи узнает, что на самом деле все это время именно Эйвор была мудрецом Одина. И он пытается ее убить. Хотя Эйвор конечно не понимает, что происходит и почему Бассим на нее нападает. И все же Эйвор побеждает Локи и запирает его в машине. Он там ничего не может делать. И по сути он оказался в ловушке навечно. Но в 2012 году кое-что случилось. И это ему помогло выбраться из машины. Но детали мы обсудим в следующем ролике. И дальше тут идет очень важный момент. Когда Локи просыпается в 2020 году, то нам сразу дает ответ на то, в чем был смысл сюжета Одиссей. И оказывается, хотя давайте на сегодня все. Дальше будет еще один ролик, в котором сойдутся все сюжетные линии. И станет понятно почему и для чего все это было. Но чтобы ролик вышел как можно быстрее, то давайте соберем 20 тысяч лайков. Как только набираем, я сразу выпускаю видос. Также не забудьте про подписку. Заходите еще в мою группу, у нас там Лампова. Ну а пока, до скорого ребята. Субтитры подогнал «Симон»!